Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра в России и в мире. Смотрите нас и в Телеграме по ссылке под этим видео. Сегодня заключительный репортаж из Экс-Сан-Прованса, где в 71 раз проходит оперный летний фестиваль. Вчера, накануне главного французского праздника Дня взятия Бастилии, я посмотрел спектакль «Реквием», который поставили дирижер Рафаэль Пишон и маститый итальянский режиссер, сценограф, художник, художник по костюмам, художник по свету Ромео Костелуччи. Мы давно уже привыкли, что «Реквием» превратился из заупокойной мессы в полноценный шлягер для концертных залов. Сегодня в программе любого зала вы обнаружите немало исполнений реквиемов разных композиторов и все они раскупаются получше, чем другие симфонические программы. Видимо, в 21 веке люди по-прежнему или даже еще сильнее задаются вопросами о том, что будет дальше. Их волнует их будущая смерть и поэтому в музыке, думаю, они хотят найти ответы на эти вопросы. Но за последние десятилетия реквиемы с таким же удовольствием стали оккупировать и театральную сцену. Я помню еще четверть века назад в Москву приезжал какой-то польский проект с реквиемом Моцарта, в котором в качестве дирижера был Егуди Минухин. То есть нельзя сказать, что вчера или на этом фестивале в Эксе открыли Америку. Нет, конечно, и есть знаменитая постановка реквиема Верди Ахима Фраера. В общем, теперь реквием это уже, можно сказать, полноценный и театральный жанр. Почему? По той же самой причине режиссеры, художники чувствуют огромный потенциал этих произведений, возможности показывать жизнь, смерть, смерть после жизни, жизнь до смерти, в общем, в каких угодных сочетаниях. И Костелуччи в этом смысле не делает ничего нового. Он создает спектакль о жизненном цикле рождения и смерти, о том, как человек на протяжении своей жизни влияет на окружающий мир. Потому что на самом деле главный стержень спектакля Костелуччи это фон, задний план, на который все время проецируется все то, что было уничтожено за минувшие миллионы лет. Начинает он с живых организмов, от трилобитов до неандертальцев и карманьонцев. И в этот момент, когда все это там, все дианазавры перечисляются, в этот момент, знаете, начинаешь себя неловко чувствовать вообще за то, что кажется, что ты виноват смерти неандертальцев и карманьонцев. После этого он переходит к потерянным городам и начинает там с древнеегипетских и кончает Чернобылем и Припятью, кстати, отдельным списком. Дальше он переходит к потерянным языкам, перечисляя бесконечное количество диалектов и протоязыков, тоже начинаешь нервничать и думаешь как-то нехорошо, что я не выучил протоиндийский язык, из которого выросли все все языки почти на свете. Это постоянное ощущение чувства вины усиливается, потому что дальше Костелуччи переходит к потерянным архитектурным памятникам, там от всевозможных памятников древности и античности, храмов, ну того же самого, что поджег Герострат, например, и кончая, например, для актуальности крышей собора Ноттердам. Звучат нам какие-то странные русские названия, вроде Большого Каменного Театра в Петербурге и Летнего Дворца Петра Первого, но мне кажется, с Каменным Театром в Петербурге они погорячились, потому что, как мы знаем, театр разобран, а на его месте построено здание консерватории, поэтому трудно сказать, чтобы оно было утеряно для человечества навсегда, но в общем формально потом он переходит к перечислению картин и скульптур, начиная от Колоса Радосского и кончая произведениями Краваджо вплоть до Миро, то, что было Миро сделано для Всемирного торгового центра то есть, короче говоря, весь спектакль идет немым укором человечеству за то, что оно уничтожало, уничтожало, уничтожало и уничтожало. Какой визуальный к этому ряд придумывает Ромео Костелуччи? В общем, простой и уже тоже много раз отработанный. Как всегда, он делает это фантастически, глаз невозможно оторвать от картинки, ты все время, все время видишь какие-то цирковые превращения на сцене, потому что все начинается в абсолютно черном кабинете, маленькая худая старушка выкуривает последнюю сигарету, ложится в кровать и вдруг пропадает, потом приходят люди, поднимают эту кровать, а из нее вываливается совсем молодая девушка. В этот момент черный кабинет мгновенно, что называется, превращается в белый. И вот, значит, начинает, жизнь начинает бить, соответственно, тема смерти сменяется темой жизни, появляются постепенно растения, появляется огромное количество торфа, люди из черных превращаются в белые, белоснежные костюмы, потом на них появляются красные накидки. В общем, цветение жизни, буйство красок, люди приходят и начинают распылять просто по белому фону огромное количество разноцветных красок, краски смешиваются. В общем, Костелуччи это такой немножко всегда цирк, потому что ты думаешь и ждешь каждую секунду, что он придумает сейчас. Потому что, вот, например, со старушкой, которая исчезла внутри кровати, а вместо нее вывалилась на пол молодая девушка, это сразу вот, сразу задает тон, будут какие-то чудеса, он будет все время доставать кроликов из шляпы. И действительно, все это сопровождается огромным количеством символики. Дети, мальчик, например, футбол играет черепом, девочка, которую раскрашивают всевозможными красками, одна нога зеленая, другая красная, знаете, как на картинах Малевича. Потом эту девочку будут поливать медом, маслом. В общем, Костелуччи, как всегда, стремится на сцене показать все соки жизни, все материи жизни, земля, мед, масло. Конечно, наряды все такие, знаете, немножко балканские, немножко такие фольклорные. Мало того, что меня очень раздражало весь спектакль, ничего не могу с собой поделать. Там были бесконечные, такие очень простые, элементарные, древние, можно сказать, танцы, да, знаете, хороводы и так далее. Ну, какой-то такой реквием. Особенно реквием Моцарта. Не знаю, может быть, у этого произведения заранее была такая сложная судьба. Все мы знаем все эти легенды про черного человека. И в конце концов реквием Моцарта не был дописан. Поэтому сегодня он закончен был Зюсмайером, его учеником. Сегодня есть разные версии. Аутентисты борются там за один вариант. Люди остального музыкального мира исполняют как-то сам факт остается фактом. Музыка это одна из самых, не знаю, Моцарт это, не Моцарт, уже это не имеет значения. Музыка это великая, и она говорит о жизни и смерти намного больше, чем любой визуальный ряд. Для этого просто нужно быть аудиалистом. Костылучи, к сожалению, глухой. Об этом я говорил год назад после просмотра его Жанны в Перми, да, где он не услышал в музыке Онегера всего того, что ей заложено, и просто поставил параллельный перформанс. И в реквиеме происходит точно так же. То есть реквием идет своей чередой. Они немножко удлинились дирижером. Кое-где перемежаются номера из реквиема какими-то другими фрагментами, почти неизвестными музыке Моцарта, или даже какими-то произведениями анонимных авторов, тоже ранних, как вы понимаете, потому что Костылучи все время выискивает архетип в этом во всем. И вот это приплясывание, притоптывание под музыку Моцарта, это, конечно, чудовищно. И Костылучи, собственно, слышит музыку Моцарта только как ритм. Вот здесь они должны приплясывать быстро, а вот здесь нужно медленно, а у Моцарта тоже быстро. Поэтому он просит вставить здесь какой-нибудь номерок из другого произведения, чтобы было медленно. Вот такой утилитарный подход к музыке меня как человека, который как раз воспринимает мир не только визуально, все мы визуалисты, конечно, немножко, но для меня звук это одно из самых главных на свете. И когда звучит такая музыка, и звучала она, кстати, очень хорошо, сейчас скажу два слова и о дирижере, то очень не хочется, чтобы что-то отвлекало. А Костылучи, к сожалению, зачастую отвлекает тебя от музыки, то есть ты даже не слышишь, как она звучит, потому что в этот момент какие-то происходят цирковые чудеса, люди переодеваются, люди раздеваются. В результате вся история с белым кабинетом превращается снова в черный кабинет. Причем, конечно, он такой выдумщик, такой фантазер. Это вот просто гений, гений абсолютно визуального ряда. Вот возьми сейчас всю эту коробку со всеми этими артистами и перенеси куда-нибудь на Венецианское Бьеннале, и там это показывай с утра до вечера под любую музыку. Надо реквием, пусть будет реквием. Надо какая-то, не знаю, современная музыка какого-нибудь Эндрю Ллойд Уэббера, тоже пойдет. Потому что эта картинка сама по себе прекрасна, она все время заставляет, ну знаете, задохнуться просто. Что он еще придумывает? В черном кабинете, который становится черным, потому что, оказывается, белые это всего лишь наклеенная бумага на стену, вот ее срывают. Хористы, которые бесконечно переодеваются, они уже в этот момент обнажены полностью. Причем весь хор и статисты, правда, делают это в приглушенном свете, и вот они начинают прикрывать свои чресла обнаженные этой, обрывками этой бумаги и потихоньку уползают в полутемноте за кулисы. И тогда начинается главное чудо, потому что весь этот заваленный тряпками, одеждами и торфом пол на сцене, он вдруг поднимается, и он медленно поднимается, все это сползает. Во всем этом ужасный сакральный смысл, как вы понимаете, и невозможно с этим поспорить. Действительно, когда торф и ткани медленно, шурша, спадают, да, ты не можешь оторваться, потому что, вы понимаете, горизонтальная плоскость поднимается наверх, и ты ждешь, под каким углом все это начнет сползать. Оно сползает в этом шуршании, я не знаю, смысл жизни, и когда это все сползло, то Костелуча все время мало, он все время ему кажется, что вроде бы еще все не поняли, да, вроде бы еще не дошло до людей. И тогда выходят женщины, которые выносят младенца, и они оставляют на этой огромной, грязной, ужасной сцене младенца, который еще не может ходить, оставляет его с пирамидкой, и младенец лежит и перебирает, значит, эту пирамидку. КОНЕЦ Знаете, все бы было ничего, если бы не было такого дикого морализаторства, конечно. Вот это, понимаете, вся история с гибелью неандертальцев, трилобитов и первого храма Соломона заканчивается тем, что в конце Костелуча начинает писать, а типа, скоро исчезнете и вы, а скоро исчезнет эстетика, скоро исчезнет и политика, скоро исчезнет и само слово «я». В общем, понимаете, такое морализаторство какое-то, не то чтобы оно раздражало сильно, но думаю, что, наверное, в 21 веке режиссеру со сцены изображать из себя пророка и говорить, вы тоже сдохните, раз уж трилобиты сдохли, как-то очень странно. И, конечно, никаких рецептов Костелуча не дает, а люди, собственно, идут как бы за тем, чтобы все-таки найти какие-то рецепты. Поэтому, когда занавес падает, раздаются дикие крики «Бу!», в перемешку с криками «Браво!», публика расходится, так сказать, в своем восприятии этого спектакля. И, в общем, действительно, полуторачасовое действие воспринимается в финале немножко, ты чувствуешь себя обманутым, потому что, в общем, каким ты пришел на этот спектакль, таким ты уходишь. И ничего нового для себя ты не узнал, и ты не увидел действие, которое расширило твое представление о реквиме Моцарта, например. Так что спектакль разделяется на такие две части. И в одной части это, я говорю, невероятный цирк от Костелучи. Феноменальный, не спорю. Вот сейчас, думаю, наверняка поклонники Костелучи скажут, что это было так здорово, что они не могли дышать даже. И я абсолютно с ними не дышал, потому что все время что-то происходит. То пляшут, то земля, то деревья с апельсинами, то краски. В общем, что-то все время такое не дает расслабиться режиссер никому в зале. Но, слава богу, есть музыка. Музыка побеждает. Она лучше, чем спектакль, потому что Рафаэль Пишон – это молодой такой французский Теодор Курензис. Он создал некоторое время назад свой ансамбль старинных инструментов, если можно так выразиться, и хор при нем. И вместе все они завоевали уже довольно большую популярность. И в Эксе они уже делали баховский спектакль Скэти Митчелл. И у них есть резиденция по баховской музыке в Париже в концертных залах. Ну, то есть, короче говоря, это очень достойный ансамбль. Вообще, вчера я слушал и очень радовался именно тому, что сколько же на свете существует прекрасных ансамблей хоров, о которых мы даже и не догадываемся. И поэтому мы концентрируемся на любви к какому-нибудь пернскому или петербургскому или московскому коллективу. А вот на Замеле есть огромное количество еще не хуже ансамблей, оркестров. Так что, в принципе, музыка вчера звучала на очень высоком достойном уровне. Хор-то вообще просто замечательный. Немножко были не интересные солисты, но вы, наверное, знаете прекрасно, что Моцартовский реквием — это не то место, где есть развернуться солистам. Так что, в принципе, музыкально это было сделано вполне достойно, интересно, может быть, без каких-то особых откровений, но было видно, что никто на них и не претендовал. Знаете, я уже боюсь людей, которые говорят вам в интервью перед концертом о том, что сейчас будут откровения. Спасибо, не надо, уже пусть будет хотя бы просто хорошее исполнение. Вот таким я увидел три дня в Эк-Сан-Провансе. Очень мне понравился этот фестиваль в этом году. В прошлом году я уезжал отсюда разочарованный, потому что увидел спектакли, которые, в общем, не тянули, на мой взгляд, на такие, которые могут доставить радость, хотя это были спектакли Кэти Митчелл, Риад Нананаксосе и Мариуша Трелинского, «Огненный ангел» Прокофьева. Я рассказывал о них, посмотрите, у меня на канале были трансляции в прошлом году из Экса. В этом году Пьер Оди придумал очень интересную программу. Здесь еще идет Якоб Ленц, не новая постановка Андрея Бретт с хорошими артистами вроде Георга Нигли и Джона Дашика. Здесь еще есть несколько современных опер, но Экс каждый год этим занимается. У меня в этом году не попал, не удалось мне послушать ничего из этого, но вот эти три основных, так сказать, самых интересных спектакля, которые привлекали наибольшее внимание публики, я все посмотрел и, в общем, я доволен, потому что даже с учетом того, что я увидел вчера, все это вписывается в какую-то очень интересную концепцию, которая говорит о том, что в Эксе, видимо, при Оди будут заниматься расширением границ жанра и будут делать какие-то новые интересные варианты оперных постановок, которые несколько раздвигают наше представление о том, какой должна быть опера. Поэтому я наверняка поеду в следующем году, тем более, что здесь очень много разговоров на тему того, что в следующем году Дмитрий Черняков поставит здесь Кази Фантута. Здесь, кстати, вспоминают с большой любовью постановку Дон Жуана Чернякова, которую здесь два раза показывали, что, в общем, не часто происходит. А Кази Фантута, как вы помните, я рассказывал, это главная опера для этого фестиваля, потому что его история в 1948 году началась с этого произведения. Так что интересно будет посмотреть и на новую постановку Дмитрия Чернякова, и на то, что будет ее окружать. Правда, здесь же уже от нескольких людей я слышал, что театр Станиславского участвует как ко-продюсер в этой постановке, так что в какой-то момент она, видимо, переедет в Москву. Но я все-таки поеду сюда в Экс, потому что, сами понимаете, ни шаткое положение директора Гетмана, ни подход, который декларирует Александр Титель, что все надо исполнять своими силами, никак не подходит для постановки Дмитрия Чернякова. Поэтому следующим летом встречаемся в Экс-Сан-Провансе. Очень жарко, конечно, хорошо было бы, чтобы в этом городе было море, но фестиваль, в принципе, компактно организован, все довольно сделано так, для того, чтобы вы на 2-3 дня приехали и увидели по максимуму. Конечно, то, что спектакли начинаются поздно, когда спадает жара, это и хорошо, и плохо. Вообще, у фестиваля много плюсов. Вот мне, например, понравилась история, когда раздают такие бесплатно программки. Они не шедевр полиграфии, но зато их раздают бесплатно, и тут есть какой-то минимум информации и о спектакле, и о произведении, и интервью с артистами. В общем, это, по-моему, очень хорошая идея делать так, чтобы каждый, кто хотел бесплатно получить информацию о том, что он видит, слышит, чтобы подготовиться, тот мог это сделать. Так что фестиваль в Экси мне в его нынешнем виде понравился. Я всем рекомендую поехать сюда на следующий год. Я уезжаю в Италию. Через несколько дней расскажу вам про пару спектаклей Арены Девероны. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Помните, мы всегда говорим правду, экономим ваше время и ваши деньги. Поэтому подписывайтесь здесь и в Телеграме. И до новых встреч на канале Сумерки Богов. Субтитры сделал DimaTorzok